И так, всем привет! С вами снова я, Настя. Сегодняшнее видео это Helps Your Gene. Эта рубрика будет посвящена моей помощи вам, то бишь, если у вас есть какие-то вопросы, вы хотите что-то узнать, вы можете написать внизу в комментариях, либо мне вконтакте некие запросы, и я попробую вам помочь, чем смогу. Сегодняшняя рубрика будет посвящена именно, скажем так, большей кей-попу. Если ваши родители повезли вас, к сожалению, не в Сеул, а в Таиланд, я могу помочь вам найти плюсы в этой поездке и найти корейский став. Также не только став, возможно, вы найдете себе и корейского парня, вот, если вам, конечно, повезет. А как все это... Где все это найти, я вам подскажу. Итак, начнем. Ах, да, сегодня прекрасные цветы на фоне. Так. Ну, так ладно. Всем привет, с вами снова я, Настя. И сегодняшнее видео это Help Seagene, это моя помощь вам, скажем так. Рубрика, в которой вы можете задать некоторые вопросы, и я смогу вам помочь, чем смогу. К примеру, данное видео сегодняшнее посвящено кей-попу. Если родители повезли тебя не в Сеул, а в Таиланд, ничего страшного, я тебе помогу. Ты можешь найти кучу всего корейский став, не только корейский став, но и корейского парня тоже там. Вот. Как это все найти? Смотри дальше. Первое. Это ночной рынок. На ночном рынке есть все, что угодно. Начиная от гитар, заканчивая, не знаю, там, контактными линзами. Кстати, о контактных линзах. Если ты мечтала приобрести свои глаза из карьево, к примеру, в голубые, серые, там, зеленые, чуть ли не серо-бурмалиновые в крапинку, пожалуйста. Там очень много линз контактных, цветных, но учти, они дешевые. И при этом качество их, конечно, наставляет желать лучшего. Потому что если у тебя потом будет какая-то там сыпь, аллергия, проблема со зрением, это тебе никто не компенсирует. Ты берешь эти контактные линзы на свой страх и риск. Но я заметила, что многие кореянки, многие тайки носят такие контактные линзы, как бы, и никаких, вроде бы, проблем нет. Но моя тайка рекомендовала лучше покупать в специализированном магазине. Там они стоят, по-моему, то ли 500 рублей. Ну да, где-то, по-моему, 500 рублей именно контактные линзы. Я считаю, что это недорого, в сравнении с Москвой, в Москве они стоят тысячу. Прэнки, если ты смотрела драму «Наследники», а ты, наверное, смотрела, если ты заедла кей-поппер, то ты помнишь, там был «Ловить снов». Это был фетиш для всех, наверное, как только началась эта драма. Но я хотела сделать сама сначала его, но потом, знаете, я не сделала свое, и я купила. Да, я купила себе своего «Ловца снов». Очень милый, мягенький, здесь куча перышек. Единственное, здесь, видите, только рисуночек и одна бусинка. Продавцы, кстати, на ночном рынке такие еще с Купердяя. Он не хотел продать его за 500 рублей, что ли. Ну, я торговала до, по-моему, 200 или 350. Вот, там очень много. Есть маленькие, есть еще больше. Ой, цветы. Также есть здесь куча всяких бусинок, разный виды перышек, там. По-моему, это какие-то простые, но они очень мягкие. Короче, короче, короче. Одним словом, он очень приятный, висит у меня над кроватью. Я, кстати, заметила, что, когда я его купила, у меня, наверное, первую неделю вообще не было никаких плохих снов. Всегда были только хорошие. А вот в последнее время мне снятся только какие-то кошмары. Я уже замучилась с этим. Я не знаю, что делать. Вот. И вообще причина. В чем все это вообще? Из-за чего? Ну, всякое бывает. Также на ночном рынке ты можешь купить классные вещи. Если ты хочешь одеваться в кейпоп-стайле, пожалуйста. Если ты худышка, тебе вообще повезло. Там очень много платья, просто море. Превосходная текстура. Есть даже, скажем, ткань, если качество у нее такое средненькое, но она держится минимум полгода. Есть же более некачественная ткань, я бы сказала, даже, знаете, такая... Блин, это даже не трикотаж. Я не знаю, что они шьют. Но многие работы, многие кофты, есть ручные изделия, скажем так. Есть определенная марка. Если походить, можно найти похожие вещи во многих, как бы, лавочках. Разная цена. Также, кстати, если ты хочешь классную себе сумку, я уже в предыдущем видео объясняла, можете проходить. Там есть дядечка, он прям вываливает сумки, они прям выкидывают их. Там такая гора. И стоят они по 250 рублей. Ну, 250 бат, то же самое, что 250 рублей. А, да, косметика. На ночном рынке же тоже там. Ты можешь найти себе корейскую косметику. Там ее много. Начинает идет хауза, но... Насчет качества я не уверена. Такая же косметика есть еще в некоторых торговых центрах. Если ты проезжал от Эсклодос, это самый ближайший, от Патонг Бич. Там есть на первом этаже, недалеко от Бикси, по-моему, а нет, Тесклодоса, Тесклодоса, именно с самого гипермаркета внутри, отказ. Там есть небольшой прилавочек, и там везде только корейская косметика. Но иногда попадается тайская. Боже, боже, да там уж куча. Там просто кремов для лица, наверное, можно на год запастись, если не больше. Там блески, карандаши, туши, румяна, тени. Но цена там как бы ближе к MAC косметике, мне кажется. Ну, начиная... Самое дешевое, по-моему, это были... Карандаши для глаз? Да, карандаши. Некоторые блески простенькие такие, единички даже больше бы сказала. Там есть категория 500, 700 рублей, полторы тысячи, тысяча. Но там хотя бы, если что, ты можешь поинтересоваться по поводу качества, и есть гарантия того, что у них более-менее свежие, считаю. Если ты в Паттайе, по-моему, в Паттайе есть книжный магазин, торговые центры... В торговом центре фестиваль... Фестиваль? Фестиваль, ну, как кому? Есть музыкальный, по-моему, магазин, то ли книжный. Там есть разделы с дисками. Но мы все-таки в Паттайе на Хоккете, я точно не уверена. Там есть музыкальный магазин, или там прям в книжном было. Там есть разделы с идти дисками. И если ты просто искала коллекции любимых хоккей-поп-певцов, то там они есть. Начиная от Big Bang, там SS501... Ого же, что там еще? Ну, короче, начиная от старых SM... SMDS, хотел сказать. От Girl Generation. Там их просто море. Причем, по-моему, там стоишь с автографами. Если ты хочешь себе диск на память, специальный выпуск, там, по-моему, ограниченный, пожалуйста, беги, покупай. Стоят они там, ну, не очень дорого. Там есть даже, по-моему, за 400, за 500 рублей. Я бы купила, но мне не дали. Потому что, как бы, где я слушать-то буду. У меня уже давно нет таких проигрателей. И вот просто так смотреть на них не подойдет. Если ты на Пхукете, на первом этаже, в Джунг Целоне, это на Патонг Бич, там у торгового центра два корпуса. В одном из корпусов есть на первом этаже магазин косметики, который рекламирует, ну, скажем так, моделями этой косметики. И является Ким Хеон Джун, Ким Хеон Джун, да. И также Сьюзи. Сейчас, по-моему, Сьюзи, я сейчас не могу сказать уже на данный месяц, потому что они периодически меняют. Но вот когда мы ездили два раза до этого, там был Ким Хеон Джун. А вот последний раз они поменяли на Сьюзи. Там, кстати, дешевые лаки и, по-моему, румяна. Вот, косметика, естественно, подороже. Ну, если у тебя есть молодой человек, а он, возможно, есть, и мы поехали даем отдыхать, но ты все так же тащишься по Корее и обожаешь корейские парочки, то можешь купить себе парные майки в магазине Айс. Это также в Джунг Целоне. Джунг Целон, кто как называет. Там есть магазин. Этот на первом этаже тоже он находится. У них сезонно выходит, каждый месяц, по-моему, они там месяца два-три точно не коллекцию обновляют. Мне кажется, что слишком большой оборот, много туристов. У них выходят полосатенькие майчики. Ну, знаете, что-то вроде пола бывает, бывает обычное. У меня, кстати, есть они, я просто их еще не показала вам. Там есть парные майки для молодых людей. Многие китайцы, корейцы, парочками, которые приезжают, они всегда покупают такие майки. Учти, ты можешь быть как они. Но, если у тебя нету парня, и ты ищешь именно корейца, то сентябрь это самый пик. Потому что, когда мы ездили в сентябре, я столько видела корейцев, что у меня же прям глаза распекались. Их как будто, знаете, автобусом завезли, и они рядышком. Даже на острова, в принципе, ездила пара, я с ними познакомилась, так чуть-чуть бы болтала. Много корейцев едут именно в сентябре, потому что это не сезон. Это дешевая гостиница, дешевые билеты. К тому же, лететь им меньше, чем нам. Так что, они приезжают обычно на 2-3 дня. И даже бывают одинокие парни. Но, помимо одиноких парней, там также приезжает куча девушек-кореянок. Могу сказать себе одно, некоторые даже были выше меня, хотя я 1,69 м, ну, может, 1,68 м. Я одела в каблуке, и просто я вообще смотрела на них, они такие высокие. Я не знаю, откуда они приехали, скорее всего, может быть, это были модели, потому что они были очень красивые. Да, если у вас есть парень, бойтесь, возможно, он все-таки может запасть на кореяночку. Ох. Они худые, стройненькие, миленькие. Но даже они, кстати, курят и бьют. Так что, у тебя есть плюс, если ты не куришь и не пьешь. Тебе повезло? Возможно, именно корейцы выберут тебя. Ну да, вроде бы на этом пока что все. Больше ничего. А, черт, чуть не забыла, блин, люди. Вот так всегда. Такое бывает, когда ты вроде говоришь, 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 и тут резко хоп, и мысль. Если вы будете в Теско-Лотосе, это самый дальний Теско-Лотос, он находится ближе уже к аэропорту. Если вы технику в сторону аэропорта, вы его 100% найдете. Он такой же большой, как Биг Си, который недалеко от центра фестивала. Там есть корейский ресторан. Если вы были до этого в других местах, есть такие кафешечки, знаете, типа суп варишь, тебе заходишь, платишь, и тебе там куча всего приносит. Это же как корейский ресторан. Вот реально. Корейский. Это и есть корейский ресторан. Вы заходите, платите, по-моему, то ли 360 рублей, то ли 320 рублей за человека. Уточняя, за одну персону вы платите 320. То бишь, если у вас двое, вы вообще там обожариваетесь, извините за выражение. Объедитесь. Вы заходите, и в вашем распоряжении суши, напитки, сладости, мороженое, салаты, кимчи. Все в неогречном количестве. Когда вы заходите за столик, вам включают, скажем так, своего рода сковородку. Ну, знаете, как корейский дом, где они жарят мясо. И рядом, рядом с тобой, просто ездит куча еды. Ковядина, курица, кальмары, рыба там разнообразная, всякие отростки, отросточки, росточки, грибы, лапша. Короче, это просто, вы все же можете жарить. Вам дается полтора часа на все про все. Едите сколько хотите. Если вы обжора, голодный просто да не могу, приходите туда, я говорю, вы наедитесь, наверное, минут за 20. Я просто не представляю, как там сидят тайцы и едят целых полтора часа. Они реально, у них там такие, знаете, маленькие блюдечки, и вот у них горы, наверное, вот как я сижу сейчас, наверное, на моего лица. И в них это все вылезает. Конечно, это выгодно, если у вас мало человек. Да даже нет, если у вас много. В принципе, это очень дешево, потому что, если вы идете в ресторан, допустим, мы ходили в кафе Фуджи, там суши, ну, снова азиатская кухня. Нам выходил счет, наверное, тысячи, тысячи, полторы иногда мы могли поесть. А здесь же у нас выходило, что мы едим всего-то на 600 с лишним рублей и просто объедались, потому что этой еды вам хватит точно до вечера. И самое главное, я видела хозяйку данного ресторана, кафе-ресторана. Она была в традиционном корейском платье, ханбок, ханбок, как всегда. Короче, у меня большая проблема с произношением. Она была в традиционном платье, видела я ее всего один раз, после того, как мы ездили, я ее ни разу не видела. Боже мой, я просто благодарна этой женщине. По-моему, кафе называется Seul Kitchen или Soul Kitchen. Вы сразу, как зайдете, увидите, там рядом будет японское кафе и, по-моему, пицца-хант. Короче, пицца, японское кафе, похожее, кстати, но там супы надо варить, и корейское. Народу там мало, а, кстати, да, выносить с собой ничего нельзя, фотографировать, снимать там тоже нельзя, поэтому, блин, когда я там была, я хотела вам сфотографировать и снять, но мне не дали. А при этом, главное, там сидела Тай, когда фотографировалась аккуратно, и ничего. Да, я неудачник. Итак, на этом, пожалуй, все. Если есть какие-то вопросы, пишите, пожалуйста, комментарии, я буду очень рада прочитать их, ответить. И да, мое предыдущее видео взяли и заблокировали. Я сейчас публикую заново, оно, наверное, уже положилось, по поводу корейских дара, к сожалению, там забанились за ролики, которые я взяла. ну боже, ну как я могу, блин, просто рассказывать и не показывать? Это же... Это ужасно. Вот, поэтому приношу свои извинения, это был, наверное, самый успешный ролик. Да, очень много было просмотров. Я надеюсь, если вам нравится кей-поп, есть какие-то, скажем так, предложения по поводу корейской тематики, я, возможно, продолжу свой канал, определенную часть именно рубрики, посвященной... посвященной... посвященной теме Кореи, потому что у меня есть некоторые планы поехать туда, я надеюсь, что у меня когда-нибудь получится, потому что если я не спею сейчас, то я не уверена насчет визы, как годового визы, насчет вот этого периода, то, что потом будет ли не нужна виза вообще в дальнейшем для путешествия по Корее, мне кажется, если это будет успешно, сейчас очень большое количество туристов стопудово русских. девушек поехала в Корею, если этот год пойдет, спешно, они все-таки продлят, либо вообще отменят визу на долгий срок, я надеюсь, потому что я все-таки хочу туда съездить, но 66 тысяч за билеты, блин, хотя в Телан, по-моему, так же, а нет, я смотрела, кстати, по поводу Телана, сейчас стоит 71 тысяча, по-моему, на троих, а тут 66 тысяч на двоих, это еще плюс гостиницы, и, ну, жапы душат. Я подумаю. Простите за болтовню, спасибо за ваше внимание, если вам понравилось это видео, ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, хотя бы сказать, оставляйте ваши комментарии, если вам нравится тема кей-попа, пожалуйста, пишите, мне очень важно знать, что я двигаюсь в правильном направлении, что, если что, я смогу заинтересовать вас Кореей, мы же кей-поперы, мы должны объединяться. Итак, ладно, спасибо большое за внимание, всем пока!